Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Как открываться под передачу». Написана статья в понедельник, 29 июля 2019 года. Итак, начинаю. Этот вопрос мне задал Смайл Чик, подписчик моего канала. Шикарнейший вопрос. С огромным удовольствием и надеясь с аналогичной пользой для всех, кто будет читать и слушать мои слова, отвечу на этот, на первый взгляд, простой вопрос. На самом деле это и супер важный и супер сложный вопрос. Ну что, начнем? В футболе имеется такая шутка, которая на самом деле шуткой не является. Отдал-закрылся. То есть игрок, отдав мяч, партнеру прячется за спиной у соперника, чтобы его не беспокоили передачами. Ведь прием передачи – это ответственность за сохранение мяча у команды. Но на этом ответственность не заканчивается. Мало безошибочно принять мяч. Нужно еще им правильно распорядиться, сделав точную передачу партнеру или самому двигаться с мячом вперед, не теряя его. Когда же нет передачи, то и ответственности нет. Согласны? Уверен, что вы знаете таких футболистов. На самом деле их немало. Редко кто с удовольствием берет игру на себя. А знаете почему? Потому что не уверен в своей технике, не уверен в том, что не сделает ошибку. В атаке играем. Мяч у Иванова, а Петров прилип к защитнику соперника. Сидоров также тормозит и рывок не делает свободную зону и не откатывается чуть назад для получения мяча. Стоит за соперником и ровненько дышит в две ноздри. Что делать Иванову? Тут не то, что несколько предложений получает, а наоборот, видит фрагменты формы своей команды за спинами соперников или рядом с ними. Команда, которая так играет, никогда и ничего не добьется. Это команда уровня газмяс. Это команда лузер. Не понимая игроков, которая прозябает с такой игрой в таких командах. Уж лучше бы пошел водителем или выучился на бухгалтера. Все больше толку. Ведь с такой игрой ни нормальной зарплаты, ни перспектив. Но не будем о грустном. Как же открываться под передачу? Вы знаете, ребята, я бы так вопрос не ставил, как поставил его Смайл Чик. Я бы сформулировал вопрос по-другому. Как спровоцировать передачу себе? Вот такая форма вопроса более точна. Если оставить вопрос без изменений, то получается, что передача будет, но неизвестно, как открыться под нее. Вы видите здесь противоречие? Если передача намечается, то исполнитель передачи уже задумал, в какую точку сделать ее. Если ты задаешь себе вопрос, как открыться под передачу, то не знаешь намерений партнера. А это означает, что если состоится передача, то не факт, что ты ее примешь. Думаю, что логика понятна. Итак, как помочь партнеру с мячом, создав своим открыванием в свободной зоне свое индивидуальное предложение продолжить атаку? Но это только одно предложение. То есть для полноценной игры у партнера с мячом должно быть минимум два предложения, чтобы выбрать оптимальное решение. И вообще, любое созданное игроком твоей команды предложение отдать ему мяч – это святое. Это то, что создает веер вариантов, где игрок с мячом, подобно невесте, выбирает то предложение, которое считает самым эффективным. Только так нужно играть. Только так. А для того, чтобы на поле была именно такая игра, нужно на поле не сопли жевать, не спать и не прятаться за спинами соперника. Нужно пахать. Но не тупо бегать по полю, как у горелый, а играть разумно и трудолюбиво. Кажется, вступительную часть этой статьи я закончил. Теперь перейдем к конкретике. Начнем с самого простого. Ваш партнер в центре, а вы располагаетесь в 15 метрах от него на одной линии, параллельной центральной линии. Вам никто из соперников не мешает. Неужели и здесь нужно думать, как открыться под передачу? Оказывается, что и здесь желательно думать и поступать так, чтобы командные действия были оптимальными. С одной стороны, вы можете не двигаться и к вам прикатится мяч. С другой стороны, это пас ни на йоту, ни на миллиметр не приблизит вас к воротам соперника. Поэтому, с точки зрения скорости атакующих действий, необходимо, если это возможно, предлагать себя в том месте, которое расположено как можно выше, то есть ближе к воротам соперника. Логично? Думаю, да. Рассмотрим второй вариант. Между вами и партнером с мячом расположился соперник. Если вы останетесь на месте, то мяч точно не получите. Партнер не сможет получить дополнительный вариант продолжения игры. Поэтому, если есть возможность предложить себя партнеру с мячом, то это нужно делать обязательно. Вы не можете знать, какие мысли посещают мозг вашего партнера. Возможно, ваше предложение окажется для него единственно правильным решением. Не думайте, что партнер с мячом думает так же, как и вы. Это ошибка. Допустим, что открыться с помощью рывка вперед не получается из-за занятости зоны игроками другой команды. Можно открыться только назад. Делайте это. Делайте это даже тогда, когда вам кажется, что такая передача глупая и вредна для команды. Не забывайте о том, что это вы так думаете, что передача назад глупая и вредна. Возможно, кто знает, партнер как раз ждал такого открывания от вас. Никогда не ленитесь себя предлагать. Не забывайте об аксиоме. Веере вариантов при владении мячом. Этот веер могут создать только игроки вашей команды и никто другой. Я не мечтаю о веере из 4-5 вариантов. Это из области фантастики. Я предлагаю всегда создавать веер предложений минимум из двух вариантов. А если вариантов предложения атаки у игрока с мячом будет 3, то это очень и очень круто. И еще. Может так случиться, что партнер не найдет впереди стоящего предложения. А брать игру на себя он не осмеливается. Что ему остается? Ему остается сделать передачу назад. Обернувшись, он увидел, что партнеры сзади есть, но они расположились так, что оказавшийся между ними соперник может помешать этой передаче. И тем более, не дай бог, еще и перехватить ее. Я это к тому, что даже самый маловероятный пас может оказаться востребованным. Поэтому, даже если вы находитесь сзади партнера с мячом, учитывайте возможность передачи именно вам. Кстати, если партнер с мячом находится у линии штрафной соперника, но ему мешают пробить защитники, он вполне может сделать передачу назад и даже пяткой, исполняя тем самым контровой накат для вашего пушечного удара по воротам. Сделаем промежуточный вывод. Если мяч у партнера, то вы должны либо открываться, предлагая себя ему, либо перемещаться в строгом соответствии с тактическим заданием тренера. Бездумных перемещений и бессмысленной беготни на поле не должно быть. Далее. Если хотите получить пас за спину защитника или разрезающую передачу, то должны занять соответствующее место. То есть вы должны находиться в полуметре или метре от игрока, находящегося в коренной линии обороны соперника. Одна очень важная деталь. Я уже много раз говорил о языке жестов. Для того, чтобы игра была не на догадках, а на четких действиях и взаимопонимании, нужно, чтобы между игроками было общение с жестами или кодовыми словами. Без этого никак. Приведу один пример. Представьте следующую ситуацию. Посмотрите рисунок. Вы игрок желтой команды под номером 2. Понятно, что вы хотите, чтобы партнер под номером 1, который с мячом, забросил мяч за спину защитнику соперника, а еще лучше, сделал разрезающую передачу между игроками коренной линии защиты соперника, между игроками 1 и 2. Желтый игрок с мячом может пойти в индивидуальную обводку. Может сыграть с партнером под номером 3. А может сделать передачу вам. Причем вам он может сделать передачу как в ноги, так и разрезающую передачу или забросить мяч за спину красной двойки, тем самым давая вам возможность пробежать по флангу и сделать прострел или навес. Что выберет желтая единица? Это известно только ей. Как вы можете донести до желтой единицы свое желание? Крикнуть? Тогда об этом узнают защитники и передача лишится эффекта неожиданности. К тому же, если на стадионе много болельщиков, то из-за их громогласия вас может партнер с мячом и не услышать. Здесь необходимо применять жест, дающий знать, что вы ожидаете, например, разрезающую передачу. Если в команде есть язык жестов, то применяя нужный жест, партнер с мячом вас поймет. Но понимание жеста не означает исполнение вашего желания. Ну и что, что соперник не знает ваших замыслов? Передача-то может и не быть исполнена. Согласны? Для того, чтобы вы четко знали, последует вам передача или нет, желтая единица или игрок с мячом обязан дать знать, что желание он принял. И самое главное, проинформировать вас о том, что сейчас он сделает вам разрезающую передачу. То есть вы, допустим, подняли правую руку, что означает ожидание разрезающей передачи. А партнер с мячом в ответ поднял обе руки горизонтально, образовав прямую линию. Увидев этот жест, вы уже точно знаете, что сейчас вам последует желанный пас. Теперь дело только за вами. Вы делаете рывок в нужном направлении, а партнер, не дожидаясь, когда вы окажетесь в положении вне игры, тут же делает вам выверенную передачу в разрез. Выверенную по силе, но и по точности тоже. С вероятностью в 90% вы получите мяч за спинами защитников и окажетесь с глазу на глаз с вратарем. Пусть под углом к плоскости ворот, но все же с глазу на глаз. Голевая ситуация этими действиями партнера и вашими действиями гарантирована. На футбольном поле вы должны общаться по системе запрос-отзыв. То есть вы предлагаете себя, а еще лучше не просто предлагаете, а рассказываете партнеру с мячом, что вы хотите делать после приема мяча. Это в идеале. Партнер же, увидев ваш запрос, отзывается согласием и сигналом для вашей готовности принять мяч или никак не реагирует, что для вас будет означать, что этот вариант его не устраивает. Давайте попробуем озвучить правила открывания под передачу. Первое. Открывайтесь в свободных зонах так, чтобы сопернику было невозможно или очень сложно перехватить передачу. Второе. Открывайтесь так, чтобы скорость атаки не уменьшалась. Третье. Если хотите прорваться за спины защитников соперника с помощью рывка, максимально приблизьтесь к коренной линии обороны соперника и обменяйтесь партнером с мячом нужными жестами. Если вас опекает соперник... Четвертое. Если вас опекает соперник, если дышит вам в затылок, то предлагайте себя с помощью ложного движения в сторону ворот соперника и рывка в недодачу с разворотом лицом к воротам соперника. То есть, другими словами, принимайте мяч в недодачу. Пятое. Если вы хотите принять мяч на фланге, то старайтесь максимально растянуть оборону соперника, сдвигаясь к боковой линии, давая понять партнеру, что хотите принять мяч у самой бровки. А теперь о неписанном правиле при ожидании передачи. Запомните. Дурной тон, если вы будете обижаться на партнера, не сделавшего вам передачу. Не забывайте, что у него большая ответственность за продолжение атаки. И он мыслит не так, как вы. Главное – предложить себя. А действие партнера с мячом – это уже его головная боль. Плохо не тогда, когда вам не сделали передачу. Плохо тогда, когда вы себя не предложили. Если игроки команды будут обижаться друг на друга из-за неисполненной передачи, то в команде поселится тотальная обида, и хорошей игры от такой команды ждать не приходится. Помните, что своим предложением вы провоцируете партнера с мячом на передачу. Если предложений от вас или от ваших товарищей по команде не будет, то и правильное решение игроку с мячом найти будет очень сложно, почти невозможно. Вот и все, что я хотел сказать о премудростях открывания под передачу. Как видите, все достаточно просто. У меня все. Пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного.